Теперь о ситуации в столице Буркина-Фасо, где группа боевиков устроила стерию атак в центре города. По сценарию, похожему на недавние теракты в Джакарте, Стамбуле, Париже. Стрельба и взрывы на улицах, потом захватили отель, где останавливаются иностранные туристы, а также сотрудники Миссион. Жертвами боевиков стали граждане 18 государств, по меньшей мере 27 человек. Россиян среди погибших и пострадавших нет. Эту информацию подтвердили в нашем посольстве. Максим Сёмин продолжит. Операция по освобождению заложников и уничтожению бандитов продолжалась всю минувшую ночь и закончилась лишь пару часов назад. В результате отель «Сплендит», в котором около 150 номеров, удалось взять под контроль. Затем перестрелка началась в одной из соседних гостиниц. Но продолжалась она, судя по всему, недолго. Вот что рассказывают бывшие заложники. Это был какой-то кошмар. Стрельба, взрывы, люди кричали, повсюду была кровь. Эти подонки стреляли в тех, кто лежал на полу, а не просто добивали тех, кто был ещё жив. Потом они что-то подожгли, и начался пожар. Я чудом не сгорел и не задохнулся от дыма. Мне удалось выпрыгнуть через разбитое окно. Перед отелем были припаркованы десятки машин. Нападавшие бросили в них несколько гранат. Начался пожар. Мы спрятались под машинами. Они потом загорелись, а мы поползли. Так и спаслись. Конечно, были и те, кто получил пулю. Один человек находился прямо передо мной. Он высунулся, а затем упал прямо на меня. Президент Франции Франсуа Ланд назвал происходящее трусливым нападением. В операции активное участие принимал расквартированный в Буркино-Фасо французский спецназ. Нападавшие засели в гостинице. Была стрельба, взрывы. Сейчас вокруг полно полиции и военных. Среди заложников, как сообщается, могли оказаться сотрудники зарубежных депмиссий, организации объединённых наций. Ночью нам удалось связаться с почётным консулом России в Буркино-Фасо. Три человека в масках или в цурбанах, светлокожие, и говорят на арабском языке. Они сначала напали на посетителей этого кафе. После этого террористы атаковали гостиницу напротив. Перед гостиницей стояли машины, которые либо были расстреляны, либо взорваны. Это пока неизвестно. Потом они поехали в гостиницу и начали стрелять тоже по посетителям. В списке погибших представителей 18 государств. Россиян среди них нет. Нападавших было четверо, в том числе две женщины. Днём стало известно о том, что на севере страны взяты в заложники два гражданина Австрии. Связано ли это как-то с терактом в столице, пока неизвестно. Ответственность за происходящее там взяла на себя аль-Каида в странах Магриба. Она запрещена во многих государствах, в том числе и России. Боевики именно этой группировки совершили атаку на отель Радисонблю в столице Малии в ноябре прошлого года. Тогда в руках у бандитов оказались 170 заложников. 19 из них, в том числе шестеро россиян, сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр» погибли. Максим Сёмин, Роман Кудрин, Первый канал.